Всем привет, с вами Томо, и мы начинаем стрим по Малитон Симс Коко, помыл, да, вот сейчас еще кое-что выключу и кое-что включу, вроде все у нас строило, всем привет, добрый вечер, возможно кому-то уже скоро спокойной ночи можно пожелать, вот, но сегодня у нас такой поздний немножко стрим, вот, но мне с какой-то стороны даже удобнее, потому что я уже под вечер такая не нервничаюсь, а спокойная, надеюсь вы тоже. Да, всем привет, 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 нет, никто еще не опоздал, мы только начинаем, и кстати хочу вам показать мега-кошку, она такая вырывается в комнату, просто рысь такая, она забегает, такая мяу, очень интересный стоп-кадр, вот я уже тут все скриншотила пару раз, короче, не кошка, а реально рысь. Я уже разбудила наших товарищей, постаралась их тут по максимуму сводить по их делам, по всяким горшкам, ваннам и прочим, чтобы вас этим меньше задерживать, еще в пули влетела и обратно сейчас такая побежит. Нет, тут останешься. Вот, сегодня у нас гаранти... Ку-ку! Ой, гляньте на эту, эту кошку, просто. А какая кошка? Ку-ку, почему у тебя тут ступится тарелка, я не знаю. Давайте ее, ммм, за что мы ее накажем? Подождите, тут съедено человеческую еду. Когда ты ела человеческую еду? Это прям как Майя. Отчитать за царапанье. Что ты царапаешь? Вообще, страх потеряла? Это нормальная такая. По шапке ей, по шапке. И все равно, что шапки у нее нету. Что, ты заболела? Я говорю, у нас сегодня глобальные планы по дню рождения ребенка, которого еще докачать надо. Она такая, а я заболею. У тебя тут что не так? Ты вообще на работу иди. Мы без тебя тут будем справляться. Да, ему до работы 29 минут, у него тут все вроде завершено. Вот, и когда он вернется, он тоже будет программировать, я сказала. Вот, и что ты хочешь смотреть на ребенка? Ну, а тебе больше реально нечем заняться. Нет, дико ты в туалет сходишь. Нет, конечно, он на работе сходит. Я убрала весь новогодний декор. Потому что уже как бы, ну, новый год прошел. И старый новый год прошел. Ну и вообще надо... Ты у меня реально заболела, красавица? Или нет? Или еще не заболела? Просто у нее эти мудлетики были, это явно не к добру. Привет, Тома. Удачного стрима. Хорошо, что не опоздала. Это очень здорово. Что сегодня делать будем? Большое спасибо, Милле. Да, тебе тоже привет. Мы сегодня будем докачивать Шерри один навык. Ей осталось там буквально карточками позаниматься, мышление докачать. И я надеюсь, что, ну, может, не в этот игровой день, но в завтрашний. Ну, то бишь, сегодня в любом случае. Мы... Что это у вас тут все воняет? А, кофеварка. Мы отпразднуем день рождения. День рождения ребенка. Вот. Потому что она как бы уже у нас суровая взрослая девочка, которая уже бегает как, я не знаю... И бегает, и прыгает, и все что хочешь делает, и пора бы. Хотя вот мимо горшка до сих пор ходит. Да. Кстати, сколько там мы с ней проиграли? Мы с ней 15 дней до взросления. Там изначально было... Ну, короче, половину. За половину ее возраста малыша у меня, напоминаю. А большая продолжительность жизни, она успела у нас практически уже докачать все, что ей надо докачать. И сегодня мы ее будем, да, взрослеть. Можно даже ребенка потом снять. Акира отправится на работу. Ну, и иди на работу, как говорится. Туда тебе и дорога, мужчина, на работу. Все как это по канонам. У ночного стрима обжировай ребенок и кот. Да, я вот, кстати, очень надеюсь, что она будет не очень у нас пухленькая капуста, как встанет ребенком. Потому что мы ее так немало кормили все это время. И я надеюсь, не сильно скажется на ее фигурке. Но если что, будет заниматься. Уважаемый сосед, мне хочется есть. Ну, ты как всегда. Кошка, открывай. Ну, заходи и ешь. Мне не жалко. Как будто у нас сейчас Момо такая. Да. Я вас слышу. Что вы хотите. То чувство, когда смотришь Коко с самого начала. Да. Я чувствую, что есть такие люди. Это приятно, что кто-то смотрит с самого начала прям. Я для вас не стараюсь. Но мне и самой приятно, конечно же, играть. Что-то я поставила так странно. Ты пойдешь его встречать? Ну, не то, чтобы он сильно нам тут нужен. Он уже ушел. Ну, и ладно. Тебе, кстати... Угу. 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 Давайте Коко примет ванну. А ребенок пока позанимается сама за планшетиком. А потом мы позанимаемся вместе со взрослым. Потому что со взрослым... Так. Нам надо качать мозг. Играть в симформы. Потому что со взрослым симом дети качаются быстрее. Вон, смотрите, как уже пошла, пошла, пошла. Поэтому мы сегодня будем... Сейчас быстренько даже помотаю, чтобы это все покачать. Потому что, да. Ребенок нам надо уже. Все уже хотят школьника. Классно тебе? И кошка, кошка. Главное, ты сам. Угу. Зачем тебе этот планшет? Поиграй со мной, скажи мама. Хе-хе. Хе-хе. На память еще скриншотики. Хе-хе. Кошка, что ты творишь? Хе-хе. Нормально. Хе-хе. 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 Плескается кто-то в ванне. А, так. Отлично. Вот. Теперь ты можешь... Хотя у нее вроде так неплохо идет. Но я думаю, что со взрослым у нее пойдет получше. Так. Таким образом. Давайте ей... Дружелюбные. А, или это уход за малышом, наверное. Или нет? Хе-хе. Нет. Наверное, все-таки дружелюбные. Дидактические карточки. Вот. Обучать цифрам. Я думаю, что с какой она должна начать побыстрее. Осваивать. Да. Все. Вперед. Кошка со своим хвостом охотится. Бэй обязана сегодня это доделать, девчонки. Как хотите. Через не хочу. Я знаю, что последние уровни навыков всегда даются очень сложно. Все такие все. Ээээ, я уже устала, я не хочу. Такой рангой сняли. Снежинки на окнах остались, как у меня в реальной жизни. А, да. Я решила снежинки пока не снимать, потому что, как бы, ну... Новый... Новый год закончился, а зима продолжается. Ну и, в принципе, как-то для такого... Какого-то настроения пока решила поставить. На прошлом стриме ребенок продавал тарелки. Да? Хе-хе-хе. Такое было. Я уже не помню, что у нас было на прошлом стриме. Стриме самое начало было не так уж давно, учитывая то, что я живу летом 2017-го. Ну вы это, прошлым особо не живите. Настоящим. Кошка такая. Хе-хе. Хе-хе. Кошка не поймет. Че? Почему ей никто внимания не уделяет? Хе-хе. Поиграю сама с собой. Хе-хе. Хе-хе. Просто на перемотке этот волчак смотрится обалденно. Хе-хе. Ну да. В принципе не так давно это было, но уже тем временем полгода прошло. У нас же вон уже ребенок какой. Жеребенок. Просто. Последний уровень. Хе-хе. Так. Еще раз давайте. Так. Ты еще там не заморилась ребенка? Не. У тебя еще нормально бодрости хватает. Так что давайте дубль два. Еще раз дидактические карточки. Пока не до это самое. Не доучитесь. Хе-хе. Да. Я ты сам. Вредный. Так. Ты все-таки у меня заболела или не заболела? Или что? Что ты о таблетках думаешь? Глупый смех. Безудержный смех это не так уж и смешно. Хе-хе. Хе-хе. Если она... А, да. Вот она заболела. Успешно. Да. Вот. Господи выживай. Хе-хе. Как она конкретно заболела я смотрю. Хе-хе. Хе-хе. Хе. 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 Ах, как фото-то-то какое-то. Хе-хе. Ух, это какой-то, знаете, фильм ужасов. Ну ладно, мы потом таблеточек закажем. Я не могу эти болезни в Симпсах просто, знаете, такие... Особенно вот эта полосата, это просто... Я не могу, это слишком... Я так и знала, что она рано или поздно заболеет, в зима все-таки. Ну, правда, у них это, они на самом деле болеют без зимы. Давайте, чуть-чуть осталось. Летние каникулы мили 0.0.16. Дэнэс, привет, да, наконец у нас смайлик, ты можешь им пользоваться, так сказать, во всех случаях, каких хочешь. Его, наконец, одобрили. Вчера в полночь или около того, как говорится. И что ты встала, тебе надоело? Все, тебе надоело? Подражать ему, ребенку надоело, представляете, какой кошмар. Тогда сама докачивай, если ты не хочешь играть с мамой. И я буду кошечкой прикидываться. Кошка такая, что происходит? Давайте купим для Коко лекарства. Чего ты пошла все выкидывать? Закажи себе что-нибудь, таблетки по почте. Так, где у нас тут услуги, а не заказать лекарства? Да, от всех болезней. Что называется? У них тут одно лекарство. Вот так вот. Ага, она его уже в инвентарь добавила. Выпить. Все, ребенок качнул, да? Ребенок ты качнул? Что это вы тут балуетесь? Таблеточка. Отлично. Да, лекарство хорошее. На фичке, но таблетками, ничего с ней не случилось. Ей, ребенок у нас мега умный. Кстати, книжка у нее какая-то в багаже до сих пор валяется. Все, вы смотрите, я даже скриншот себе сделаю. Мега умный ребенок. А, на скриншоте этого не видно точно. Я все время забываю, что скриншот без интерфейса. Да, отлично. Ну что, мы будем прямо сейчас сделать день рождения? Как вы, готовы к дню рождения за мусорная обстановка? Нормальная она такая. Ну, выкинь-то. Пишите в чате. Вы прямо сегодня вечером готовы праздновать? Потому что я, в принципе, прямо сейчас готова праздновать день рождения. Только торт мы ей спечем какой-нибудь. Спекем, спечем, как правильно. Щеколадный торт. Она пока вроде спать не особо... Ну, хочет уже, конечно. Ну, я думаю, в туалет она больше хочет чем спать. Все, бросай планшет и ги в туалет. А какой пойдет тебе пока тортик изготовить? Будем мы ему праздновать прямо сейчас или чуть позже. Это без разницы. Все равно торт нам нужен. Поэтому давайте мы приготовим шоколадный торт. Хочу шоколадный. Гамбург я не хочу. Они еще прошлый торт не доели. Вот, а мы уже второй печем. Это норма. Да, сейчас. Почему бы нет? Давай сейчас. Мы тут человек с бутербродиками кушаем, а Тома видео снимает. Бедная Тома. Будешь покупать дополнение День стирки? Вот, кстати, ждала вопроса про дополнение День стирки. И нет, не буду. Потому что я, в принципе, почти никакие... Это, кстати, не дополнение. Это каталог, если что. И... Так, что-то у нас пришло. Ты у нас пришел очень грустный. Иди поиграй пока. Игрушки в какие-нибудь. Это каталог, то есть, включает в себя минимальный, так сказать, поиграй, я не знаю, где-то у нас с науки, чем поиграй. Минимальную комплектацию, то есть, некоторые анимации, одежду и предметы мебели. Самые, так сказать, сколько там рублей? 599, по-моему, обычно стоит в обычной самой комплектации. Не хочу ли я прийти к ней в гости? Нет, давай мы тебя к себе потом позовем лучше. Вот. И я их обычно не покупаю. Потому что, как бы... Потому что дорого и за малое количество предметов. Вот. Из каталогов у меня, по-моему, кстати, вообще ничего нет. У меня только игровой набор, два игровых набора в поход и вампира. И все дополнения, которые именно дополнения, да? Вот. Если будет по каким-то большим скидкам, то я скорее куплю какой-нибудь другой каталог. Более интересный, на мой взгляд. Вот. Но хотя, наверное, идея про то, что у Симов наконец-то начнет пачкаться одежда. Имеет место быть, что называется. Потому что... Ну, сколько можно. Давайте ребенок пока у нас взоримнем чуть-чуть. Пока мы им приготовим тортик. Чтоб она была не грустняшка. Вот. Так что нет, не буду. Хотя, конечно же, я знаю, что он входит завтра. Так. Ты будешь качать все навыки, Шерри, в следующих возрастах? А, нет. Вот в следующих возрастах, я думаю, мы уже не будем так зацикливаться на прокачке. Потому что... Про тортик. А давайте на него... Ну, давайте его уберем в холодильник. Это мы его... Или можем убрать в холодильник? Или не будем? Ладно, не будем его убирать, раз мы все равно сейчас праздновать будем. А давайте... Ням-ням-ням-ням. Поставим на него свечки. Сразу. Чтоб его никто не ел. Так. Добавить свечей на торт. Вот так вот. Чтоб его никто не кушал. А то, когда без свечек торт стоит, знаете, тут какие-то симы. Еда! Съесть. Съесть все торты. В это самое, в округе. Вот. Так что нет. Я думаю, последующие... У малыша просто открываются дополнительные опции, когда она именно... Как это называется? Я не знаю, правда, какие конкретно, но какая-то у нее дополнительная характера должна, по идее, после всей прокачки открыться. Давайте сюда торжественно возгрузим торт. Вот. Посмотрим, что там будет, что не будет. Но в последующих возрастах нет. Я думаю, мы так сильно на этом зацикливаться не будем. Давайте позовем... Не будем... Или будем праздновать. Я просто не очень хочу именно праздновать день рождения. Хотя давайте я вам сделаю голосовок. Сейчас только сохранюсь. Именно отпраздновать как мероприятие день рождения. Или просто позвать гостей и, не знаю, задуть свечки шери и орете, съесть торт и не мучиться, что называется. Потому что там всякие квесты, типа сказать тост, еще что-то. А у нас как бы тут ни бара, ничего такого. Поэтому я не знаю. А можно, наверное, провести без этих самых, как обычно. Без, как называется... А без целей, наверное, можно провести, я не знаю. В общем, давайте... Хотите вы или не хотите именно как общественное мероприятие день рождения. Потому что я, честно говоря, не особо хочу. Но если вы хотите, вы можете написать единичку в чат и двоечку, если не хотите. Так, кто завтра выходит куда? Дополнение. Точнее, не дополнение, а каталог день стирки. Тортик ложь. Да, тортика нету. Это все это самое. Давайте взрослечь шери. Мне нравится, как Тома произносит Акирич и Наокич. Да, есть у меня такая привычка сокращать мужские имена. Мысли кота, еда, надо хавать. Да, кстати, кошка тоже может торт, на самом деле, съесть. Поэтому... Милый стрим, привет. Привет, заходи. Просто домашний вечер с соседушками. Да, вот я тоже читала. Хочу просто домашний вечер, но вы можете проголосовать и за праздник. Я думаю, что, на самом деле, праздник лучше проводить уже потом, когда она уже будет из школьника в подростка переходить, потому что там уже можно будет отправиться куда-нибудь там в парк, в этот домик. А сейчас так как-то хочется по-домашнему. Вот. Давайте я еще минуточку подожду, пока вы поголосуете. И будем тогда отмечать день рождения. Потому что нам потом еще надо будет настроить внешний вид, шери, подобрать ей одежку. Ну, точнее, я ей буду только прическу менять. Я думаю, вот как она у нас генетически получится, я думаю, она будет с уклоном, скорее всего, в папу. У меня почему-то такое подозрение. Вот. Ну, что-то как-то в папу тут больше, мне кажется, в симах получается. Вот. Ну, в общем, как будет, так и будет. Короче, если я ничего, генетику менять не буду. Так. Ну, в общем, все со мной согласны и хотят просто домашнюю вечеринку. Все, давайте. Я поддерживаю эту мысль. Давайте просто позовем соседей. Вот. И не будем так пригласить на свой участок. На свой участок. Вот второго именинника позовем. Мы его тоже сейчас вместе с Шерли попросим задуть свечки, чтобы они у нас были одного возраста. Так. Науки у нас, типа, уже где-то там тусуются на лестничной площадке, очевидно, потому что я его не вижу. Ну, в принципе, Дарлинг. Ну, давайте ее позовем. Как бы она тут с нами все-таки живет пока что. Так. Науки я точно не вижу, да? Да, я его не вижу точно. Поэтому будем надеяться, что он подойдет к нам позже. Кстати, еще я не вижу собаку. То есть я не могу собаку в гости позвать их. Что-то как-то не знаю. То, что я ее не наблюдаю в списке. Ну, ладно. Давайте начнем с этого. А, вот вон он стоит. Он уже на нашем участке считается. Он уже идет. Он как бы, знаете, такой... Он знает, когда подходить к соседям. Что готовите? На площадке пахнет и все такое. Давайте его пригласим в Вадим. Короче, Наукич, он, знаете, он это самое... У него нюх на все это дело. Он просто такой... Я чувствую, пахнет едой. Давайте разбудим ребенка. Пригласим ее спуститься. Все. Заходите, соседушки. Кстати, ванна у них есть. Я не знаю, почему у них собака ходила постоянно грязная. Но ванна у них вполне себе есть. И... Ну, заходите. Чего не заходите? Здравствуйте. Меня долго не было. Была в отпуске. Три поры возвращаться в трудовые будни удачного стрима. Большое спасибо, Мерси. Да, приходи. Заходи, рассаживайся. Надо возвращаться. Вот это да. Вот это... Вот это обнимашки. Это самые суровые обнимашки, которые бывают. Если что, они обнимаются. Не она с ним обнимается, а они сколько обнимаются. Заходи, Мерси, присаживайся. Да, давненько тебя не видели. Папу это сразу с татуировками. Я надеюсь, хотя бы без татуировок. Вроде у детей здесь нету по дефолту татуировок. Поэтому я надеюсь, у нас будет пока без них. Отлично. Все, заходите. Сейчас у нас именинница спустится. Такая кошка. Так, шата это. Уже какое-то яблочное пюре у нас тут образовалось. Да, товарищ Акира. Товарищ папа. Он сразу ревновать начал. Кукок Мико. Это просто. Он ревнует ко всему просто. Все, давайте без лишних этих самых сделаем персонажа старше. Без лишних прелюдий. И как бы мы собрались по этому поводу. Будем тусить по этому поводу. Можем музычку какую-нибудь включить. Для поднятия настроения что-нибудь. Можно легкую музыку. Поболтать. 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 И будем смотреть на волшебное превращение. Стоп. Нет. Она может сама задуть свечи. Или как? Как ребенка взрослеть надо? Дайте она спустится. Сейчас еще узнаю. Выяснится, что ребенок не так взрослеется. Я такая, че? Так, ты можешь задуть свечи? Попросить папа задуть свечи. Она сама не может задуть свечи. Ее надо поднять. Все. Я уже испугалась, что надо что-то по-другому делать. Так, давайте на всякий случай еще раз сохранимся. Мало ли. Мало ли у нас какой-то эпик фейл опять случится. Давайте попросим Кукуа задуть свечи. Вместе с Шерри. Ну, точнее, побочь Шерри задуть свечи. Потому что она как бы сама не допрыгивает до стола. Девчонки, вы куда пошли торт тут? Так. Интересно, а вот орет у нас сейчас получится? Таким образом повзрослеть или нет? Все такие встали. Вы пока можете писать по поводу орета какие-то предложения. Вообще-то, что я неверна, что мы... Я неверна, что мы сможем сейчас как-то с ним разобраться. Но я попробую, конечно. Но если вы точно знаете, как чужих детей, детей именно малышей, сделать взрослыми. Если что, мы просто увидим в редактор до повзрослеемого там. Вот такие... Что это такое? Я не хочу, Шерри. Такая, ноу, я была милым младенцем. Не надо делать из меня неказистого ребенка. И что там? Воу, Шерри взрослеет. Мы не видим, во что она взрослеет. А Шерри взрослеет. Выберите жизненную цель и черту характера, чтобы изменить черту прилипчивая. И таким образом, Шерри, благодаря своим исключительным навыкам, получает дополнительную черту характера. Все их дополнительные черты можно посмотреть на панели симологии. Детство, творчество, без границ и детские капризы. Вся наша жизнь, игра. А, ей добавили там какую-то черту, да? То есть, не... Или тут тоже. Нет, тут все как обычно, значит, там дополн... Или тут. Или там. Сейчас, короче, выберем что-нибудь. А, и посмотрим, где у нее что-то там дополнительное. Боже мой. Короче, я думаю, что она будет у нас, наверное, творческим ребенком. Потому что интеллект, мне кажется, не про нее. А, тут дополнительно. Творческое дарование. Персонаж мечтает о карьере на поприще искусств. Интеллекта. Вундеркинд хочет стать самым умным. Я думаю, это не про нее. Подвижность, непослушная проказница тоже, мне кажется, не про нее. И общение вообще не про нее. Но, честно, светский львенок, этот персонаж хочет разговаривать со всеми и заводить друзей. Мне кажется, что творчество в маму, так сказать. Вы со мной согласны? Давайте я сейчас выберу и почитаю чат. Может, вы что-нибудь такие? Нет, мы не согласны. Кстати, достигну второго уровня детского навыка, потому что Шерри достигла пятого уровня соответствующего навыка, когда была малышкой. А, ей сразу, короче, видите, пробафали ее. Потому что она достигла последнего, поэтому ей сразу все это добавилось. Ну, хорошо. Ну, в смысле, сразу на второй уровень перескочили. Общение малыш, общение мышления, интеллект, воображение, творческие... Господи, такое сложное, как будто мы, не знаю, какое-то сложное ЖРПГ, а не... Симсы. Ну, короче, да, нам тут все повысили, потому что мы были умными и творческими, и вообще. Так, дополнительная черта характера. О, вот это сложнее, потому что здесь я, честно говоря, пока не знаю. Ну, творец? Или это сильно банально? Персонажи стараются почаще вдохновляться, могут делиться творческими теми и расстраиваются, если долго не занимаются творчеством. Может, есть что-нибудь более прикольное? Например, любит кошек. Почему бы нет? Слушайте, у нас же есть кошка. Давайте она будет любить кошек. Эти персонажи стараются заводить близкие и дружеские отношения с кошками, предпочитают кошек другим персонажам. У нас такая юная catwoman будет. Как вам насчет кошки? Потому что... Как-то... Ну, все эти мы уже, в принципе, смотрели. Одиночку я не хочу из нее делать. Вот кошки я еще... За таких персонажей я еще не играла. А творческая девушка, которая любит кошек, мне кажется, достаточно забавно. Вот. Давайте я почитаю чат. Потом выберем персонажа, так сказать. Раз. Зеленые волосы, рандом что-то делаешь. Зеленые? Там зеленые волосы, серьезно? Ну, сейчас мы это настроим. Не переживайте так. Все будет хорошо. Ну, волосы, я думаю, мы в любом случае сделаем пока темненькие, как и было в детстве. Потому что, может быть, мы и какие-то цветные там прятки сделаем, но это будет уже в подростковом явном возрасте. Школьница у нас будет с нормальной пока... головой, цветом волос. Может, нужна специальная мойка для собак? Для собак нужна просто ванна. Но почему-то, если собака не твоя личная, а вот чужая, то она не всегда самомоется в ванне. Нужна просто ванна на участке. Вот. Короче, да, я спрашиваю у ребят по этому поводу. И как-то у кого-то моются, у кого-то не моются. Короче, очень... Это самое. 50-50. 50 на 50. Лучше бы на Оке тортик принес. Ага, так он и принес тортик. Так, какое дополнение считаешь лучшим? Если поговорить про дополнение, именно дополнение, то есть вот веселимся вместе на работу, жизнь в городе, то лично мне пока больше... Ну, кошки и собаки, это тоже дополнение. Лично мне пока все еще нравится жизнь в городе почему-то. Вот. Но другие дополнения я тоже не могу назвать плохими, потому что просто жизнь в городе сочетает в себе и новую классную локацию, и новые карьеры, и различные вот эти... Мне очень нравятся закусочные на улицах. Вот. Ну, реально, просто мне это вот... Мне по душе, поэтому мне очень нравится. Но я не могу сказать, что другие дополнения там сильно хуже в этом плане. Они все со своими какими-то интересностями. Что сейчас делаем? Взрослеем, Шерри! С днем рождения, дорогая Шерри! С днем рождения! Нажми на тортик, сделай свитч, и нажми сделать персонажа старше, выберешь кого. Вот там не было реты. Вот в том-то и проблема, что там не было самых маленьких, к сожалению. О, боже, зеленые волосы, да? М-м-м... Коко такая... Пусть она не будет троглодитом. Пожалуйста, только не троглодитом. Я надеюсь, что ты изменишь ее вид. Да, конечно. Кошек, кошек, кошек... Короче, творчество и кошка, я смотрю, всем понравились. Отлично. Да. Тома, прочитай выше вопросов. Вроде все ответила. А если Момо ее отвергнет? Да ладно, отвергнет она ее. Она ее... Она ее с пеленок фактически растила. Ух ты, зеленые волосы, реально. Это суровый рандом. Это причем мод, конечно же. А, причем, кстати, прическа мне нравится. Такое классное. Корей на бок, только можно нам не зелен... Слушайте, а это в маму, да? Это в маму, да? Ух ты, игра. Ты решила нам сделать ребенка в маму с корешкой и зелеными волосами? О, да. Вот это... Хиппи, это я понимаю. Ну да, она явно темненькая. Мне больше интересен разрез глазок. Ну, конечно, в очках мы этого не видим. Да, конечно, надо переходить в редактор, смотреть там у нее с разрезом глазок, что у нее совсем узенькие, как у папы, или все-таки нормальные, как у Куко. Да, сейчас мы, конечно же, настроим внешний вид ребенка. Не переживайте. Мне интересно по поводу Риоты. Давайте добавим еще раз свечей. Что, она сразу заболела? Что у нее таблеточки? Я не удивлюсь. У нас... Слушайте, а вот это троглодиты, а не зеленые, да? Как вы думаете? Добавить свечей на торт еще раз. Если что, их, по-моему, можно будет просто убрать. Так. Вот, мы можем... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, нет, мы ее не будем саму взрослеть. Брать другие варианты. Сделать персонажа старше. А, вот там было. Помочь Рёте, да? Так. Другие варианты. А, нет, взять порцию для Рёте. Почему взять порцию для Рёте? Почему мы не можем... Или... Так, стоп. Еще раз. Помочь задуть свечи. Вот. Вот, для малышей отдельная опция. Все. Я разобралась, как это... Спустя полтора часа Тома разобралась, как взрослеть второго ребенка. Сейчас. Как вы думаете, какого цвета игра сделает ему волосы? Но у него дефолтные, как бы, волосы не мод. Поэтому... Я надеюсь, что... Тут тоже такая... Нет, я не хочу проходить эту ужасную процедуру. А. Науки там прям разошелся. Так. Это у нас тоже сейчас будет с зелеными волосами? Нет, он с нормальными волосами. Корот. Ну, просто... Ми-ми-ми. Сю-сю-сю. Ня-ня-ня. Какой у нас кавалер под боком-то. А? А? А, девчонки. Налетаем. Ну, что... Так. Давайте сейчас едим тортик и начнем следующую... Следующую часть... Пригласить за стол. Сейчас мы вот пять минуток покушаем торт. Нормальная такая. И ушла сразу. И куда ты пошла, моя красавица? Прилечет отдохнуть? Спать хочешь? Сейчас мы покушаем тортик. Пять минуток. Потом сделаю перерывчик на две минуты. И в следующую часть начнем... И долго будем... Ребенку оставили торт, а? Настраивать внешний вид. Просто это надолго. Поэтому давайте сначала... Перед перерывом не будем это начинать. Все, короче, начали есть торт. Один кусок остался. А, ну правильно. Их же семеро. Да, их же семеро. Что-то вы как-то сели очень странно, девушки и мальчики. Что у тебя за треники? Боже, его тоже надо настроить явно. Внешний вид его мне нравится, но вот треники. Так, ребенок у нас уже спать хочет. Как-то повзрослеть-повзрослели, а поспать не дали. Бедняга. Вот, а Мико куда-то уже ушла. Да, судя, пусть. Один кусочек остался. Никому не нужно. Все, отлично. Праздновали. Стол надо будет убрать. Замечательно. Все, ребенок пошел спать, да? Какая мне... Она, по-моему, очень подражает маме во всех этих самых начинаниях. А, Мико пошла посидеть за столом. Потрясающе. Наде вам тарелку. Ладно, давайте подобрать костюм. Сейчас до редактора дойдем и начнем подбирать после перерыва. Что, ты заболела все-таки? Вот, козюлька какая. У меня все... А ты ее ку-ку заразила в начале серии, я знаю. Рёта самый красивый. Рёта норм. Рёта будете изменять? Нет, внешний вид не буду. Но поменяю ему, конечно же, одежду, потому что треники мне не понравились. Сворачиваем игру. Розовый и красный. Ставлю на розовую. Да, нам нужен был. Рёта с розовыми волосами. Мы с женой выросли. Да, все, шипперы сейчас это самое начнут. Это дочь спайка. Инфа 100%. Понятно. Кстати, Рёте что-то выпало рандомом. Наверное. Мы сможем посмотреть это потом в редакторе. Я только что пришла, и весь чат зеленые волосы, что происходит, и что такое капс. Простите, что еще раз спрашиваю. Просто мне не ответили капс. Это большие буквы, когда вы ими пишете в чате. Тома, Тома, Тома. Сима сейчас выяснили. Сколько идет стрим? А стрим идет полчаса. Сейчас мы сделаем перерывчик на парочку минут, после чего зайдем в касс. И основательно будем настраивать внешний вид шерри. Можете пока... Ну, кстати, мне прическа реально нравится. Только цвет темненький. Хочу попробовать. Ну, и вообще посмотрим другие прически. Мало ли вам понравится что-нибудь больше. Вот, перерыв буквально на парочку минут, пока можете думать об образе шерри, какой вы ее себе представляете, и будем ее создавать после перерыва.